который будет говорить о настройке группы ВКонтакте для некоммерческих организаций, о тех важных, трех самых важных шагах. И я с удовольствием передаю слово специалисту по маркетинговым коммуникациям, главному человеку в группе НКО Гарант ВКонтакте Ирине Шауфлер. Ирин, пожалуйста, вам слово. Марина, я как на сцене, будто бы с большого театра. Это почти большой театр, только онлайн. Сейчас, секунду. Вот, видно мою презентацию? А, да, здравствуйте, коллеги. Спасибо за приглашение моему любимому гаранту. Ну, на самом деле, хотела начать с инструментов, но начну со смыслов. Почему? Потому что... Ну, потому что все-таки, на мой взгляд, смыслы – это то, что определяет нашу с вами работу. Ну, естественно, хочу, чтобы не быть голословной, да, хочу все-таки на примере сообщества гаранта все показывать. Почему? Потому что вот уже полтора года я работаю с этой организацией, да. И, на мой чисто, может быть, субъективный взгляд, мы сделали большой рывок в плане коммуникации гаранта с его целевой аудиторией. Первый слайд – это то, в каком состоянии я взяла группу в сентябре прошлого года, в сентябре 2021-го, значит. Причем это состояние я довольно давно наблюдала, значит. И где-то в феврале Марина Евгеньевна попросила сделать меня аналитику. И вот я сделала примерные, вернее, не примерные, а краткие данные. Вот я вам показываю, значит. Февраль 2021-го года. 96 постов в группе. Ну, 1972 подписчика – это, да. Охват подписчиков от этой суммы, как, собственно, во всех социальных сетях, 7-10%. И веральный охват. Виральный – это те, кто не подписаны на группу, да. Примерно где-то 570-800 человек. Если хотите меня проверить, можете опуститься вниз до, там, февраля 2021-го года, и вы увидите, в принципе, все эти цифры, кроме количества подписчиков, их не видно. Значит, вот я с этими данными пришла к Марине Евгеньевне, говорю, Марин Евгеньевна, что-то, говорю, 96 постов за февраль, что-то как-то не алло. Вот. И, собственно говоря, они, недолго думая, или долго думая, да, в общем, доверили мне свое сообщество. И что важно, а если меня сейчас слушают руководители, прямо очень сильно хочу вам дать совет. Доверили – не лезьте. Это такой очень, знаете, обывательский, но очень дельный совет. То есть фактически Гарант вмешивался в мою работу и дали мне экспериментировать. И это очень круто. Что сейчас вот на сегодняшний день? А, да, февраль 2023. Значит, постов в группе размещаются в 16-18. То есть где-то 4-5 постов в неделю я делаю, да. А, значит, количество подписчиков увеличилось до 3900. И мы там сейчас уже подбираемся к 4000. Охваты остались те же самые 7-10%. Но мы с вами должны понимать, чем больше подписчиков в группе, тем больше, собственно говоря, людей видят нашу информацию. Виральные охваты нам удалось вырастить до где-то 22,5-4,5 тысячи подписчиков, пользователей, вернее, сети ВКонтакте. И это неплохой результат, учитывая то, что за полтора года на рекламу, да, рекламный бюджет было потрачено чуть меньше 20 тысяч. То есть это вообще по меркам продвижения, это не очень, это вообще мало. Почему? Потому что я убеждена в том, что до людей необходимо доносить информацию и ожидать от них, собственно, своего решения. Не надо никому быть в тягость, никому навязываться, догонять рекламу, мы никого не хотим. И это как бы осознанная такая позиция. Вот. То есть те люди, которые подписались, вот те там почти 2000 человек, да, это добровольные люди. Вот. В чем... И вот сейчас хочу поделиться, так скажем, своими, ну, наработками, технологиями. И сразу хочу сказать, что я тоже параллельно с гарантом учусь. То есть у меня не было до этого опыта ведения сообщества, и, в общем-то, было страстное желание помочь организации и, в общем-то, самореализоваться. Вот. Значит, и важных факторов, которые я сделала, вот села прямо на бумажке и сделала на входе, да. И первый, самый важный, почему я говорю, что мы сегодня говорим про смыслы. Я сформулировала месседж, который гарант несет у аудитории. А мне на тот момент казалось, а может быть, не казалось, я не знаю, это надо спросить у гаранта, что они до конца сами не сформулировали свой месседж. И я так думаю, что... Я так думаю, что этот месседж сейчас... Ну, давайте я буду думать так, что я им помогла этот месседж сформулировать. Сейчас скажу, какой. Значит, второе. Кроме месседжа, который мы несем в мир, я продумала конкретные три целевые действия. То есть, что я хочу, чтобы в нашей группе люди делали, да. И дальше я прописала те инструменты, как я буду эти свои, как бы... Как я буду вести к этим целевым действиям. Вот, дорогие коллеги, я хочу вам сейчас прям очень сильно рекомендовать. Прежде чем вы заводите группу, это уже вот опираясь на мой опыт, да, сделайте вот эти три действия, да. У нас и тема сегодня заявлена, три действия. Сформулируйте месседж, определите целевое действие, что вы хотите от своей аудитории. И выбирайте, даже не выбирайте инструменты, они во все времена одни и те же. Учитесь пользоваться инструментами. Инструментов может быть огромное количество. И вот сейчас, собственно говоря, про месседж, да. Я, опять у меня корона на голове, она немножко мне поддавливает, да. Но, в общем-то, на тот момент мне казалось, что месседж, что вокруг гаранта вращается весь инковой мир, это будет самым правильным месседжем. Как, собственно говоря, сейчас и показывает практика, вокруг этой организации действительно весь инковой мир и вращается. И меня это очень радует. Что важно здесь в определении месседжа? Смотрите, вот технология. Когда вы пишете свой месседж, вы должны в нем использовать существительное и глагол. Это обязательно. Как только вы теряете глагол, смысл смыслов и смысл этих месседжев, он теряется. Глагол – это, собственно говоря, то, что задает какое-то движение, да. Это инструмент действия. Вот в моем случае здесь это было НКО «Мир» вращается, да, где? Вокруг гаранта. Вот, собственно говоря, такой программа четвертого класса среднеобразовательной школы. Глагол существительное. Ну и, собственно говоря, где этот мир вращается. Дальше. Целевое действие. Я понимала, что мне нужно сделать так, чтобы мир не просто вращался, да, чтобы в этот мир входили новые, новые, кто там, планеты. Ну, в общем, новые пользователи. И целевое действие я так себе прописала, что мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей и организаций в этот мир входило. Ну и дальше формализовала эти, собственно, целевые действия, подписаться на рассылку гаранта, записаться на консультацию в эту организацию и предложить партнерство. Если вы выйдете в группу гаранта, вы увидите, что эти три целевые действия решены специальными приложениями ВКонтакте. И после того, как я уже поняла, какие целевые действия необходимы, должны пользователи делать в группе, собственно говоря, я начала использовать инструменты. Какие это инструменты? Это все виды контента. И если вы, опять же, посмотрите на стену, вы увидите. Это интервью, это и статьи, это и рекомендации, это и топ-подборки книг, фильмов и всего остального. Ну, то есть, кроме анонсов, да, которыми в группе набрали 1900 вот тех человек до моего прихода, в основном там были анонсы и репосты с каких-то других источников, кроме вот этих анонсов я, в общем-то, начала использовать все виды контента, которые, в общем-то, знаю. Если вы, в свою очередь, знаете еще какие-нибудь виды контента, которые я в группе не использую, напишите в комментариях, я буду очень счастлива их освоить. Дальше, значит, о технологии. Что я имею в виду, когда говорю про технологии? Я использую и те возможности, которые дает ВКонтакте, а их огромное количество, если у нас останется время, я покажу, где их искать, да. И, собственно говоря, таргетированную рекламу. Здесь важно сказать, дорогие коллеги, когда вы говорите про то, что вам нужен таргетолог, да. Таргетологи – это люди, которые просто доставляют ваш контент новым пользователям. Это не, так сказать, высококлассные специалисты, они просто владеют технологией доставки контента. Это очень маленькая опция. И чем четче вы им ставите техническое задание, тем больше выхлоп вы получаете, тем лучше результат. Я очень часто встречаю организации, которые говорят, мы пригласили таргетолога, он там что-то поделал, результата никакого нет, мы плюнули. Ваш таргет – это полная ерунда. Это не так. Полная ерунда то, что вы не смогли таргетологу поставить правильное техническое задание. Мы несколько раз настраивали рекламу на конкретные посты, на анонсы, но я так понимаю, по аналитике, вот такой подход не очень работает. Поэтому крайние разы я настраиваю рекламу на хорошие материалы. Вот в данном случае, если вы посмотрите и найдете на стене группы, оно даже, по-моему, в сохраненных есть, интервью с Мариной Евгеньевной, я специально его подхлестнула таргетированной рекламой, и мы получили охват больше 10 тысяч виральной, да, и мы получили несколько тысяч просмотров. Ну и, собственно говоря, человек заходит, он читает внятный, адекватный текст профессионального руководителя с сильным и личным брендом, и он понимает, да, я хочу к этому миру присоединиться, ну и, собственно говоря, присоединяется. Ну и третий инструмент, это, собственно говоря, опять корона мне давит, мой широкий кругозор, да, и благодаря гаранту я, собственно говоря, начала очень много читать и тренировать свою насмотренность. Знания, люди, да, на которых я постоянно делаю репосты, я сейчас вижу, что происходит, сейчас весь некоммерческий сектор делают друг на друга репосты, и это очень круто, почему? Потому что мы потихонечку с вами разрастаемся, вовлекая все новые и новые, все новых и новых, как бы, сторонников нашей с вами работы, вернее, не репосты, а активные ссылки, прошу прощения, активные ссылки друг на друга. Я прям вижу, когда я в сентябре начинала делать активные ссылки на какие-то организации, да, это так, в общем-то, скрипят, что-то они на меня ссылаются там, а сейчас все друг на друга делают активные ссылки, и я хочу сказать, вы большие молодцы, вот. И еще один инструмент, это команда, собственно говоря, команда гаранта, которых я всех нежно люблю, но с которыми тоже нужно было выстраивать определенные коммуникации. И по первости, там, на мои вопросы, там, а давайте мне что-нибудь скажите, я получала, да-да-да, иди, узнай у кого-нибудь. И, в общем-то, я ушла, уходила знать у кого-нибудь. А вот сейчас, как сказала вчерашняя конференция, команда поняла, что, ну, я не знаю, поняла она, поняла она, потому что поняла или ей кто-то помог понять, да, что в целом контент – это то, что, в общем-то, мы, а то, что продвигает группу. И со всех источников на меня падают фотографии, описания, там, Ирина, у нас сейчас игра, пишет мне, Катя, давай, пиши. Ну, она, другой вопрос, что она не рассказывает, что там за игра, а я, находясь в Питере, не знаю, да, но так или иначе, команда подключилась, они видят профит, они видят результат. Почему? Потому что, опять же, я не совру, если скажу, что ежедневно одно из целевых действий – получить консультацию, да, ежедневно нам из группы, ВКонтакте летят один, два, иногда даже три запроса на консультацию. То есть, команда видит некий профит от того, что группа у ней работает. Вот. Ой, а что-то я рано. Давайте мы сейчас… Подождите. Сейчас я вам покажу инструменты. Есть у меня еще время? Кивните, пожалуйста. Есть. Так вот, хочу вам показать инструменты. Помните, я говорила про целевое действие, я коллегам обещала, что внутрь показать, да. Вот смотрите, когда вы сделали три вот этих больших действия, сформулировали месседж, да, используя существительный глагол, сформулировали все три целевых действия, какие вы хотите получить от группы, да. Мало того, я вам очень рекомендую не формулировать целевое действие, чтобы люди на нас подписывались. Это не целевое действие, это ваши хотелки, да. Это хотелки вас как организаторов. Целевое действие – оставить заявку на консультацию. Целевое действие – стать вашими партнерами. Целевое действие – предложить сотрудничество, да. Целевое действие – подписаться на вашу рассылку. Что еще может быть? Оставить отзыв, купить билет на ваше мероприятие. То есть вот целевое действие, которое вы хотите получить от вашего визави, от вашей целевой аудитории. Вот после того, как вы это сформулировали, еще не доходя до того, какие инструменты вы будете использовать, вы идете в свою группу. Для этого вы должны быть администратором, да. Если у вас статус редактора, модератора, это вы не сможете никаких настроек сделать, только администратор, вы идете в свою группу, нажимаете на раздел управления и нажимаете на раздел приложения. И вот здесь, вот в этих приложениях, я вот сейчас их разверну, да, любое целевое действие формально можно получить, скачав, собственно говоря, установив в свою группу виджеты или приложения. В нашей группе установлено три виджета. Это виджет персонализации. Сейчас чуть-чуть еще покажу, как сами виджеты настраивать. Это виджет организации рассылок и форма сбора заявок. Почему? Потому что одной из целей вот здесь, это, собственно говоря, оставить заявку на консультацию, да. Значит, для того, чтобы научиться настраивать виджеты и приложения, нужно, в общем-то, довольно активно вспотеть. В некоторых виджетах непонятно, как это все работает и как это все устанавливается в группе. Не знаю почему. Скорее всего, разработчики просто не думают о, не знаю, о юзабилити, об удобстве пользователя. Они думают, что они... А может, это просто, ну, не хватает каких-то технологий. Не знаю, нет ответа на вопрос. Но, допустим, виджет форма сбора заявок, он у нас иногда бывает подглючивает, когда человек выходит, да, в форму на стене, а там, допустим, белый экран. Сделать я с этим ничего не могу. Периодически меняю ссылку в настройках, меняю ссылку на этот виджет. Ну, это помогает. Вот. Что еще важно сказать? Виджет персонализации. Смотрите, настроек приложения. Я сюда захожу. Вы должны точно понимать, что, как в любом другом коммерческом продукте, очень маленькая часть дается бесплатно, и расширенные настройки – это всегда платно. Вот в данном случае виджет персонализации. Один раз нужно заплатить тысячу рублей, и, собственно говоря, может, сейчас чуть побольше, не знаю, посмотреть на строки, я давно уже это оплачивал, и, собственно говоря, у вас виджет переходит в вечное пользование. А здесь вы подстраиваете все под себя. Какие вам удобно виджеты, какие решают ваши задачи лучше, да, какие, так скажем, виды этого виджета, тот вы и настраиваете. Вот, кстати, стиль текст, да, он бесплатный. Вот за него единственного не нужно платить. И здесь вы, собственно говоря, можете узнать пользователя по имени, да, контакт узнает, когда к вам заходит пользователь, он считывает имя профиля. И дальше здесь написать какой-то призыв, подпишитесь на рассылку, купите билет, не знаю, там, оставьте предложение о партнерстве. Вот то, о чем я говорила, да, вы месседжи свои должны, целевые действия, вернее, должны продумывать заранее. Вот, а про виджеты сказала, про настройку, про то, чтобы платить сказала, про оформление группы. Вот еще давайте я вам хочу сказать вот что. Помните, когда я формулировала месседж, да, я опять же, так скажем, зафиксировала, вокруг гаранта кружится весь мир, да. И мне было важно в оформлении использовать вот эту визуализацию, откуда в оформлении много людей, да, в шапке. Вот мы умудрились в шапку, благодаря дизайнеру прекрасному, запихать много мероприятий гаранта, фотографий разных мероприятий. И, собственно говоря, когда человек заходит в группу, он сразу понимает, что это не один тут человек где-то что-то делает, это действительно организация, вокруг которой кружится весь мир. Что, коллеги, вопросы, пожелания, предложения? Спасибо большое. Марина, наверное, сама удивилась. Да, прям сижу, слушаю, думаю, ой, оказывается, вот у нас какой месседж. Ну, на самом деле, спасибо огромное.